Рабочая группа по проблемам фермеров разрешила 30 дел, каждая из которых требовала скрупулезного анализа. За полгода работы это хороший результат, ведь чтобы разобраться с земельными вопросами, нужны месяцы. Одной из таких стала проблема с выделением паев в Ейском районе. Там 19 собственников захотели забрать землю у арендатора и обрабатывать их самостоятельно, но акционерное общество заводское было против. Начались судебные тяжбы. В результате по этому вопросу собралась рабочая группа, в которую вошли депутаты, конфликтующие стороны и юристы. В итоге пришли к мировому соглашению. Колхоз уберет урожай, как в этом мировом соглашении указано, до 1 октября они обязуются снять обременение. И за этот год, который земля наша находится у них в аренде, они нам обязуются выплатить арендную плату на тех условиях, которые у них существуют. Все истории индивидуальны, поэтому вопросы обсуждают отдельно с каждым заявителем. Так, благодаря этим встречам землю уже удалось получить не только пайщикам Ейски, но и в Каневском районе. Напомню, группа по вопросам фермеров работает с 15 сентября. В каждом заседании участвуют как сами владельцы земли, так и представители власти. По павловским фермерам, проблемы с продлением договоров аренды госземель, у нас решение только рассмотрения этого вопроса позволило на сегодняшний день решить 50 вопросов у других фермерских хозяйств. Также по результатам работы специальной группы сформирован ряд законодательных инициатив. Продолжение следует...